Здравствуйте! На канале АТВ Центр. Время новостей. В эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Ахтубинские корабелы получили крупные заказы в настоящее время. На сударемзаводе идет монтаж танкера класса «Река-море». В штате участковой социальной службы всего 4 человека. И сейчас задачу по выявлению и работе с неблагополучными семьями они решают в рамках межведомственного соглашения с целым рядом министерств и ведомств. По результатам традиционного турнира по рукопашному бою, посвященного памяти спецназовца Степана Цуцунавы, ахтубинцы оказались на третьей ступени пьедестала. И обо всем подробнее. Сегодня отмечается важнейший из государственных праздников – День Конституции Российской Федерации. Как известно, в этот день в 1993 году была принята действующая Конституция страны. В честь столь масштабного праздника более 10 лет в этот день объявлялся выходной на государственном уровне. Но в 2004 году Госдума пересмотрела свое отношение к проведению Дня Конституции и отменила обязательный выходной в этот праздник. Впрочем, от этого он своей значимости не утратил. Просто отмечаем мы его теперь ударным трудом. Прошлой осенью после продолжительного перерыва, ахтубинский судоремонтный судостроительный завод получил заказ на строительство крупного судна. Планировалось, что танкер класса «Река-море» будет готов через год. Но работы по его монтажу еще продолжаются. Когда корабелы намечают спустить судно на воду, выясняла Татьяна Фомина. Корпус корабля практически сформирован, с гордостью говорит директор завода. Но немного минора в его словах также присутствует. И все из-за того, что в намеченные сроки кораблестроители не уложились. Планировали справиться за год. На дворе зима. А закладка первой секции танкера состоялась прошлой осенью. Вы видели, что это была маленькая закладная секция весом приблизительно 15 тонн. Как видите, сейчас судно уже полностью сформировано. Кроме носовой оконечности сформирована корма. Если обратите внимание, вокруг судна формируются секции надстройки, носа. Немножко мы по срокам, конечно, опаздываем. Но на это были всякие причины. Зимой был мороз, в феврале до 40 градусов был. На 12 дней мы проект этот останавливали. Потому что при больших морозах металл лопается в районе сварки. Людей мы распускали на другие объекты. Вот. Ну, как сказал, сейчас формируется самая сложная часть судна. Это носовая конечность. В настоящее время мы приступили к трубопроводным работам на судно. Идет насыщение машинного отделения от фундамента, цисцерны. Активно стало поступать оборудование, главные двигателя, вспомогательные двигателя, механизмы, насосы, ну и прочее. Вот. Поступают электротехнические изделия. Все изделия у нас, ну, все оборудование, так скажем, импортного производства. Спуск судна на воду назначен на апрель месяц 2013 года. Подключен, уйти должен своим ходом от нас. Это уже с навигацией, с электрикой, ну, в рейс, так скажем. Конец июля, начале июля 2013 года. По словам Сергея Мершиева, получение крупного заказа на строительство судна словно вдохнуло в предприятие «Новую жизнь». Штат рабочих увеличился с 200 до 250 человек. Причем октубинским специалистам доверена самая сложная работа. Более легкую выполняют подрядчики. Это еще полсотни мастеров из Северодвинска, Севастополя, Калача-на-Дону, Волгограда. На заводе появилось много нового оборудования, в том числе и установка «Кристалл» для плазменной резки металла стоимостью 3 миллиона рублей. Строится новый механический цех. Его смертная стоимость 50 миллионов рублей. Там оборудуют трубные и электромеханические участки, душевые помещения для приема пищи. К слову, одна из новеньких столовых на территории АСРЗ недавно открылась. Столовок сами мы еще не готовим, в термоцах привозят, кормят наших людей. Одновременно мы можем посадить 60 человек. Питается пока 60. Обеды недорогие, в пределах 100 рублей полноценный обед. Я сам иногда туда захаживаю пообедать. Показывая новые станки, другое оборудование, директор предприятия сообщил, что все это хранится на теплом складе, который в числе прочих заводских объектов находится под охраной бойцов частного предприятия «Дозор». Здесь также установлено 18 камер слежения. Но продолжая раскрывать планы, Сергей Мершиев рассказал, что судостроители наметили реконструкцию слипа. Наш кормилиц – это наш слип. Это грузоподъемное устройство, которое поднимает суда. Его грузоподъемность где-то ограничивается 1700 тонн. Судно, которое сейчас строится, оно будет 2300 тонн. Это судно мы сможем спустить, у меня нет сомнений. Сейчас уже на реках России появились суда доковым весом 2300, 2500 и более тонн. И эту нишу еще, я считаю, российские судостроители, судоремонники не заняли. Поэтому у нас разработают план повышения грузоподъемности нашего слипа. Мы провели уже изыскательные работы, подрядная организация сделала нам проект. Сметная стоимость этих работ составит порядка 80 миллионов рублей. Это позволит нам занять эту нишу, поднимать вот эти тяжелые суда, которые пока никто не поднимает. Работы мы уже начинаем. В декабре, я думаю, полностью приступим к выполнению этого проекта. И к весне, я полагаю, эти работы с вами. С рынка ремонта судов заводчане решили не уходить. Три машины уже подняты на берег. Ремонтные работы на них ведутся. Еще три на подходе. Таким образом, пакет заказов на год сформирован полностью. Информация из областной думы. Парламентарии приняли сразу в двух чтениях закон, касающийся выплат субсидий тем категориям граждан, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг выше максимально допустимой доли расходов. Таких семей на территории Астраханской области более 20 тысяч. Увеличение стандартов, поясняет председатель профильного комитета Николай Макаренков, напрямую связано с увеличением тарифов, которые впервые в этом году менялись не в январе, а в июле. Время бюджета равномерно распределить, и чтобы у нас быстрее народ получил эту услугу в соответствии с новыми нормативами. Поэтому мы эти региональные стандарты рассмотрели за полтора месяца. Я считаю, что работа проведена быстро была. Получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг возможно скоро начнут и сельские педагоги. Областные депутаты направили свои поправки в Госдуму России к проекту федерального закона об образовании. Среди иных предложений предоставление субъектам возможности создания вузов и установление минимального размера стипендий. Следующий вопрос вызвавший шквал недовольства протест прокуратуры о статусе депутата. Дело в том, что удовлетворяя его, народные избранники автоматически лишаются права приема должностными лицами в первоочередном порядке, а также беспрепятственного получения информации. А это, в свою очередь, лишает их еще одного права – отстаивание интересов граждан. Главные полномочия, которые нам дано, это полномочия, когда люди избирают депутата и связывают с ним все свои ожидания. Как в решении глобальных вопросов, так и совершенно конкретных обращений. Поэтому мы будем, конечно, в этом придерживаться жесткой позиции вплоть до встречи в суде. Прокуратура предлагает лишить депутатов право обращаться в органы местного управления фактически. Мы принимаем решение по протесту прокурора сегодня на заседании Думы. Действительно, ряд его замечаний критических на основе документов, которые имеются у нас разработаны и подготовлены. Но согласия дать не можем. Почему? Частично. Потому что все-таки права депутатов заключаются не только в законотворческой деятельности, но и в общении с избирателями. А общение избирательное предполагает, естественно, связь с муниципальным образованием, с главой муниципального образования, с председателем сельского совета и так далее. И ограничивать нас в этих правах – это тоже нарушение конституционного права депутатской деятельности. Участковая социальная служба по работе с семьей первоначально была создана три года назад на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Однако анализ деятельности показал, что для более эффективной работы по выявлению неблагополучных семей и своевременного оказания им помощи необходима совместная работа с отделом опеки и попечительства. Поэтому с января этого года участковую социальную службу перевели в Центр социальной поддержки населения. К тому же подспорьем в эффективной работе этой службы стало заключение межведомственного соглашения с целым рядом министерств. Подробнее об этом в материале Любови Емельяновой. Семьи, как и все в этой жизни, бывают разные. Для органов соцзащиты особый интерес представляют именно те, кто не может самостоятельно справиться с неблагополучием. Потери работы родителями, отсутствие связей со школой, невнимание или утрата кормильцев, конфликтные ситуации – все это становится поводом для оказания помощи со стороны участковой социальной службы. Созданная при отделе опеки и попечительства, она активно работает с января 2012-го. За год уже есть весомые результаты, констатирует директор межрайонного центра соцподдержки. Из 189 взятых под контроль семей, говорит Валентина Шубина, 23 уже сняты с учета. Кому-то помогли устроить ребенка в детский сад, кому-то оправиться от алкогольной зависимости, кому-то просто оказали материальную помощь и мотивировали детей к учебе. Причем четыре семьи находились в социально опасном положении. Директор межрайонного центра продолжает, что немаловажным в этой работе стало заключение соглашение о сотрудничестве центра соцподдержки с целым рядом министерств и ведомств. На областном уровне было подписано соглашение о взаимодействии между Министерством здравоохранения, Министерством образования, внутренних дел и Министерством соцразвития, то бишь нашей структурой. Ну и естественно все это было по аналогии сделано и на территории Ахтубинского и других районов Астраханской области. И вот таким образом сегодня мы уже сотрудничаем, работаем в рамках соглашения по межведомственному взаимодействию наша Ахтубинская центральная районная больница, управление образованием, отдел Министерства внутренних дел и наше Министерство соцразвития. В рамках сотрудничества каждая сторона создает благоприятные условия для взаимодействия. А это раннее выявление и устранение фактов неблагополучия, предупреждение и проведение комплексной работы. Практика показала, что только совместными усилиями можно помочь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, где страдают прежде всего дети. Не только участники соглашения могут нам сигнализировать о семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Любой гражданин, любой житель, который знает по соседству за стенкой, постоянно там слышится плач ребенка или видит, что там мама, папа в нетрезвом состоянии постоянно находится. То есть, пожалуйста, уважаемые жители, я прошу, вы нам можете подать сигнал в любой форме. Позвонить можно сюда по телефончику 52939, это мой телефон, который запараллелен с приемной. Можно позвонить непосредственно в участковую социальную службу 51337 и отдел опеки 51032. Любые звонки будут проверяться. Сейчас в участковой социальной службе 4 специалиста. Работа не из легких. В штате сектора заведующая 2 инспектора и педагог-психолог. Сформирован банк данных. Прием информации о семьях идет от всех заинтересованных лиц, в том числе и от анонимных. Как только сигнал получен, участковая социальная служба буквально за час проводит обработку данных. Через три часа со специалистами отдела опеки проверяют неблагополучную семью на месте и в течение дня, по подтвердившемуся факту, ставят ее на учет. Это в городе. В селах также есть инспекторы центра, которые собирают сведения о неблагополучных семьях и передают данные в центр. Рабочим звеном является та комиссия, которая уже создана в рамках этого соглашения. То есть это конкретные люди от конкретных структур, которые приглашаются сюда, в стену этого здания, на заседание. И уже конкретно рассматривается ситуация по семье. Конкретно отрабатывается проект плана работы с семьей, который утверждается на этой комиссии. То есть составляется уже рабочий план. Главная цель участковой социальной службы – оказать социально-психологическую и педагогическую помощь семьям, детям и подросткам, укрепить их связь со здоровой социальной средой через создание единого реабилитационного пространства. Совсем скоро новогодние праздники. И так хочется порадовать родных и близких по-настоящему полезными подарками, о которых они мечтали целый год и которые заставят их поверить в чудеса. В преддверии Нового года в магазинах проходят, пожалуй, самые грандиозные распродажи. И если позаботиться о покупке подарков заранее, можно сэкономить. Однако найти необходимую сумму в предпраздничной суете бывает непросто. Выход есть. Воспользуйтесь новогодним кредитом от Банка «Экспресс Волга». В рамках специальной новогодней акции вы можете в нашем банке получить кредит на доверие совсем без справок и без поручителей. Вас обязательно порадует простота и скорость получения денег. Необходимую сумму здесь предоставят всего за 20 минут и без лишней бумажной волокиты. Я давно являюсь постоянным клиентом этого банка. Я и моя семья давно мечтают о новеньком, большом телевизоре. И вот решил порадовать своих близких. Поэтому оформляю кредит в этом банке. Мне привлекает режим работы банка и условия оформления кредита. Оформить кредит на доверие в банке «Экспресс Волга» могут клиенты в возрасте от 20 до 70 лет. Порадуйте себя и своих близких достойными новогодними подарками. А банк «Экспресс Волга» поможет вам в этом. Просто позвоните 38-00. В конце ноября в Волжском состоялось 8-е открытое первенство города про Копашному бою, посвященное памяти Степана Цуцунавы и бойцам спецподразделений погибшим в горячих точках. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Волжского, Волгограда, Астрахани и Ахтубинска. У наших ребят были очень серьезные соперники. Однако Ахтубинцы в нелегкой борьбе все же смогли отвоевать третье общекомандное место. Рассказывает Алена Бурковская. В традиционном турнире города Волжского по рукопашному бою Ахтубинцы воспитанники детской спортивной школы участвуют ежегодно. Соревнования с патриотическим уклоном здесь проходят всегда на высоком уровне и с каждым годом привлекают все больше спортсменов из других областей, в том числе и Астраханской. Рукопашники выступали в разных возрастных группах от 8 до 17 лет. Причем самые юные из них на этот раз оказались особенно яростными бойцами, показав отличный уровень как ударной, так и бойцовской техники. Основная борьба уже традиционно развернулась между командами города Волжского и Волгограда, которые, к слову, во всем южном федеральном округе считаются самыми сильными. На этот раз удачливее оказались волжане. Они заняли первое общекомандное место, второе у волгоградских бойцов. Но нашей команде удалось завоевать 12 медалей – 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых, что в итоге вывело сборную Ахтубинцев на третью ступень пьедестала. Впереди рукопашников теперь первенство Южного федерального округа и России, к которым спортсмены уже упорно готовятся. Сегодняшний день многие люди считают знаковым. 12 число 2012 месяца 2012 года веет определенной мистикой. И хочется верить, что все события этого дня запечатляются в памяти только позитивом. Говорят, что в нашем городе в этот день уже видели Деда Мороза. И даже ни одного. Указом президента России конец света отменяется. Главная задача у жителей страны сейчас – встреча Нового года. Определены места его проведения – детские сады, школы, городские площади, квартиры россиян. По распоряжению главного Деда Мороза изготовлены елочные игрушки, новогодние наряды для всех без исключения. Город Ахтубинск, где живут самые умные и послушные дети, которые хорошо учатся в школе, занимаются спортом, рисованием, танцами, помогают родителям на даче магазины «Магнат» у остановки «Спутник» и в первом микрорайоне. В огромном количестве уже завезены новогодние товары – красавицы, елки, сказочно красивые игрушки. По решению Деда Мороза распродажа в новогоднем центре проводится в полцены. Безопасные хлопушки посетителям выдаются бесплатно. Костюмы имеются для всех сказочных героев, как современных, так и живших много лет назад. И все для Ахтубинцев, и все в полцены, и только в магазинах «Магнат». В связи с отменой конца света в городе и районе, Новый год намечено провести широкомасштабно. На конкурсной основе из отличников, добрых мальчиков и красивых девочек набрана бригада затейников, которые успешно прошли отборочный тур в новогоднем центре «Магнат», получили специальное новогоднее обмундирование, костюмы «Снегурочек» Дедов Морозов и отправлены в знаменитый старинный город Великий Устюг, резиденцию главного Деда Мороза, на стажировку. Ну, кажется, готов я к путешествию. Ну что ж, мы отправляемся в путь, пожелайте нам счастливой дороги. Пройдя специальную подготовку, Деды Морозы и Снегурочки вернутся в Ахтубинск с новогодними подарками и торжественно вручат их тем, кто расскажет у елочки хорошие стихотворения, станцует или споет. В этом магазине «Магнат» уже подготовлено для встречи Нового Года большой ассортимент новогодних игрушек. И не только. Здесь есть подарки на любой цвет и вкус. С наступающим Новым Годом! Ахтубинцы, спешите в магазины «Магнат» для проведения веселого праздника. Новогодними подарками «Магнат» уже сейчас богат. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!